Продвижение Талибана в Афганистане Продвижение Талибана в Афганистане Продвижение Талибана совершили свой визит в том числе и в Россию Состоялось обсуждение ситуации в Афганистане Казалось бы на первый взгляд, что стороны как бы определили направление То есть Талибан выразил свои намерения, свои ожидания от всего происходящего Россия же также озвучила и свою обеспокоенность И то, что она желает видеть в дальнейшем развитии региона Если вот так вот подытожить, на ваш взгляд, была ли эффективна эта поездка И насколько продуктивны могут быть ее результаты На самом деле Афганистан сейчас снова в центре внимания мировой политики Конечно, американцы, которые там по непонятным причинам находились Никаких результатов не извлекли из такого насилия И также позорно, на мой взгляд, уходят, как из Вьетнама То есть фактически они бегут, они бегут И с ними бежит вся проамериканская коллаборационистская часть афганского общества А Талибан возвращается, я уверен, что режиму остались считанные дни Вот этому условному режиму И, конечно, придется иметь дело с пуштунским, талибановским Афганистаном Придется иметь дело всем И, безусловно, американцы, когда они выводятся сейчас, когда они решились на вывод войска У них есть замысел Я думаю, замысел довольно прост Использовать Талибан для дестабилизации ситуации в Центральной Азии И поручить России отныне не и самим заниматься этим, а России с этим разбираться То есть Запад — это противники Талибана, безусловно Но сейчас они постараются использовать этот фактор радикального ислама Снова в своих геополитических целях, как много раз на протяжении XX века Вот с этим и связана беспокойность Москвы и всего региона То есть радикальный ислам возвращается в Центральную Азию Больше нету американского противника, и поэтому руки развязаны И здесь, конечно, очень важно от того, как сейчас Москва выстроит соотношение И с Талибаном, который, безусловно, в ближайшее время захватит центральные позиции И с Пакистаном, и с Турцией, и с Ираном, и с странами Центральной Азии Вот от этого будет зависеть новая архитектура всего этого пространства Пространства Центральной Азии Потому что сейчас идет передел точек влияния И снова фактор радикального ислама выходит на первый план Господин Гафарлый, интересно узнать ваше мнение Вот здесь прозвучала и Турция Турция достаточно серьезно намерена закреплять свои позиции в дальнейшем в Афганистане Контролировать аэропорт при необходимости сотрудничать и с Россией, и с Пакистаном Для того, чтобы обеспечить безопасность и стабильность И не допустить прихода к власти движения Талибан Господин Дугин отмечает, что по его мнению Талибан все-таки придет к власти А как думаете вы, и вот среди последних событий, какое мнение бытует в Турции? Здравствуйте еще раз Ну, начнем с того, что люди, которые занимаются международными отношениями Они знают отношения Пакистана и Турции, какие они братские, дружеские отношения Но мы видим, что в вопросах Талибана есть различия Я пока что не точно Я уже покерировал, это мое мнение То есть в том, что какую-то часть она сейчас контролирует Может быть, одну часть группы, которая находится на границе с Пакистаном и Афганистаном Но большинство Талибан уже попал под другие влияния Так скажем, про страны залива или, так скажем, арабских стран Других арабских стран, которые спонсируют эту организацию Но вот в чем заинтересована Турция Конечно же, Турция заинтересована стабильность Сохранение стабильности и безопасности в серверном части Афганистана И также Турция хорошее отношение к центральным правительствам То есть они начали развиваться почти 10-15 лет И Турция старается усиливать, помочь правителям, центральным правительствам По многим вопросам экономическим Вопросам безопасности, военному сотрудничеству Очень много Талибов То есть военная армия Афганистана проходит учебу в Турции И также полицейских обучает в Турцию Вопросы безопасности, сохранения безопасности Понятно, что Турция не захочет, чтобы Талибан пришел полностью во власть Взяла контроль весь Афганистан Здесь разные вопросы, несмотря на то, что с каким-то частью группы Талибан Есть хорошие отношения Но вопрос в центральной Азии Где соседские, то есть туркиязычные страны находятся То есть Турция имеет хорошее отношение к Кыргызстанам Она сейчас развивает отношения к Таджикистанам И также северная часть Афганистана Где проживает большинство Узбеки Турция тоже заинтересована обеспечить безопасность этого региона То есть Турция готова поддерживать отдельные общины Для как раз-таки обеспечения безопасности Конечно Поэтому Турция не хочет, чтобы Талибан отчислил этот регион От туркиязычного населения То есть позиции, я думаю, с Россией здесь в каком-то смысле совпадают Потому что Россия тоже заинтересована безопасностью в центральной Азии Она очень сильно участвует в вопросах безопасности Сохранения стабильности в регионе Особенно в Таджикистане В Таджикистане есть военная база российской федерации Она обеспечит в каком-то смысле безопасность границы Таджикистана с Афганистаном Но мы знаем, что афганскую часть границы Таджикистана Контролирует почти что Талибан Там 1500 километров границы есть Здесь совпадают интересы России и Турции Но и в том, что Турция тоже не занята в том, что Талибан пришел к власти Я тоже думаю с господином профессором Дугиным Согласен в том, что после какое-то время Афганистан придет к власти Я просто хочу в одном геополитическом форме объяснить Что роль Талибана, я думаю, для Соединенных Штатов будет дестабилизация региона И поддержку западных стран в каком-то смысле против России И также инвестиционной политики и поддержки Китая Я не верю Талибану, что они пошли в Россию И там, так скажем, хотели уговорить российскую страну В том, что Талибан не будет угрожать Центральной Азии интересам России Это не так Талибан, то есть и Россия, и Турция Очень хорошо знакома организация Талибан Еще раз То есть это была своего рода символичная встреча Для того, чтобы, просто чтобы это прошла встреча Я тоже думаю, что это символически Знаете, я вот, когда вот занимался этим вопросом Афганистана, Пакистана, Центральной Азии В 2016 году я был в Самобаде, где вот обсуждались конференции эти вопросы Еще тогда, в 2016 году начались переговоры То есть эти переговоры велись примерно 5-6 лет И российская сторона, и все, особенно дипломаты российские Они очень хорошо понимают ситуацию И турецкие дипломаты, у них есть очень большая информация от региона То есть то, что в прессе пишутся в многих темах, в реальность Это не совпадает с те информацией, которые идут из региона Вот давайте как раз таки узнаем мнение нашего эксперта из Центральной Азии Господин Кураев, как вам видится ситуация? Потому что в рамках обсуждения Россия еще раз рассказала о том Что ее беспокоит ситуация на афгано-таджикской границе До этого было правильно отмечено, что в Таджикистане находится база российская военная Которая уже приведена в активную фазу При этом было озвучено, что и ОДКБ при необходимости Будет защищать границы и территорию стран-членов этой организации Что вы можете сказать? Еще раз здравствуйте Прежде всего хотелось бы отметить Для начала стоит понять, что Талибан никогда не преследовал интересы Так сказать, вторжение в соседние страны Это больше движение, направленное на внутренние процессы Происходящие внутри Афганистана Но есть один очень интересный момент Талибан может стать той силой, которая в принципе создает условия Для происхождения неких радикальных групп на территории данной страны То есть именно с точки зрения идеологической базы и так далее Эта территория подходит Что касается таджикской границы, таджико-афганской границы Которая сегодня находится под пристальным вниманием страну ДКБ Особенно России То здесь, наверное, вопрос стоит больше связанный с беженцами Которые будут именно с северного Афганистана Это, как правило, таджики, туркмены, узбеки Очень много хазарийцев Как мы знаем, есть большая часть даже казахской общины Которая проживает в Афганистане И сегодня вопрос стоит именно их безопасности И непонятно, как сложатся дальше события Все мы понимаем, что вопрос прихода талибана к власти Это вопрос времени исключительно И как будет выстроен процесс Это уже другое мнение И другая сторона этого конфликта И происхождения всех этих дел на территории Афганистана Думаю, что единственным выходом данной ситуации Будет распределение власти по принципу того же Ливана Где, допустим, президент одной конфессии Там спикер парламента другой и так далее В данном случае для Афганистана Это более удачная версия будет Так как имеется большое количество представителей других этносов Даже в свое время хазарицы составляли, если я не ошибаюсь, большинство Чем даже тех же пуштунов А на данный момент они оказались в очень плачевном состоянии То же самое касается сил Северного Альянса Которые в свое время оказывали сопротивление И то же самое вызывает обеспокоенность России Это то, что американцы вообще попросили страны Центральной Азии Принять 9 тысяч беженцев Но, как мы понимаем, 9 тысяч беженцев Это не те люди, да, там радикалы и так далее Это, скорее всего, семьи и люди Которые отстаивали интересы Америки То есть лоббисты всеми А потом это люди, которые были связаны Допустим, с теми же тюркскими группировками И здесь подразумевается то, что Афганистан Это просто центр, который нужен странам Так сказать, для сохранения своего влияния в регионе То есть Афганистан это ключ Центральной Азии прежде всего Это ключ к Индии, Пакистану, Китаю И в данном случае здесь борьба интересов И больше всего вот эта обеспокоенность Москвы И так далее больше похожа на пропаганду Нежели на какие-то особые действия На мой взгляд, это выглядит больше так Но особые действия, если вот посмотреть Как я до этого сказала Приведение в действие базы военной Вот эта встреча, которая произошла на территории Российской Федерации в Москве При этом мы знаем, что движение Талибан Оно не признается российской стороной Но при этом встреча все-таки состоялась Господин Дугин, вот говоря о пересечении интересов У многих стран есть свои собственные интересы Присутствовать, наращивать свое влияние в Афганистане Или же использовать ситуацию во благо своих интересов США заявили, что никоим образом не продлят свое присутствие Джо Байден еще раз отметил, что продление на какой-либо срок Оставление контингента военного Может привести к тому, что военные никогда не уйдут из этой страны А это не в интересах Соединенных Штатов Америки С другой стороны, Российская Федерация, как мы отметили Турция, у Китая есть свои интересы На ваш взгляд, может ли сформироваться такая коалиция? Как скажем, в отношении сирийского конфликта Сформировался Астанинский процесс Куда вошли Россия, Турция и Иран Здесь, в отношении Афганистана Стоит ли ожидать, что Турция, Россия И, возможно, какая-то третья страна Также выступят с инициативой формирования коалиции По стабилизации ситуации в Афганистане Я думаю, что так оно и будет К этому идет все дело Я думаю, что, конечно, вот здесь совершенно верно было сказано Что страны залива тоже являются субъектом И очень важным в этой ситуации Потому что Пакистан – это одна линия Турция, действительно, ее влияние, кстати, гораздо более такое локальное Оно есть влияние Турции Но страны залива, они, если угодно, держат контрольный пакет акций в Афганистане Их нельзя сбрасывать со счетов Тех же шиитов, казарийцев нельзя сбрасывать со счетов И это уже вопрос Ирана Тюркский и таджикский фактор Которые отличны от пуштунов, которые представляют собой Талибан – это пуштуна, фактически Это синоним Талибан – это тоже некоторый важный фактор Поэтому я думаю, что есть только здесь лишний один Вот в этой коалиции, которая точно будет складываться Я прям вижу, как она И знаю, что над ней сейчас идет работа И в Москве, и в Инкаре Действительно, вместе с турками Китай имеет к этому большой, огромный интерес Эта часть территории Белтон Роудс и Ничиэйдив Один путь, один пояс Безусловно, Иран, безусловно, Пакистан Но лишний в этой коалиции – Запад Вот Запад, он вторгся в Афганистан Он там присутствовал 20 лет Он ничего не добился Он опустил реки крови И мне кажется, вот пускать коллаборационистов С этими западными оккупационными силами Действительно опасно Господин Докина, говоря про Запад В частности, прошла новость, что главы МИД Евросоюза Как раз таки планируют обсудить ситуацию в Афганистане Уже 12-го числа, 12-го июля О том, как именно Евросоюз может посодействовать Становлению мира в этой стране Как бы США мы уже отметили США закончили свою миссию И они хотят уйти Удачны, успешны или нет Это другой вопрос Но вот в частности, сейчас и Евросоюз говорит Что намерен каким-то образом приложить усилия Какими могут быть эти усилия? То есть, как именно? Будет ли это обоснованным оказанием финансовой поддержки? Или же гарантированием безопасности? Или проведением каких-то круглых столов? И просто обсуждение ситуации? Как, есть ли какой-то рычаг Который эксперты отмечают Действительно важен международного формата Под эгидой ООН или Европейского Союза Чтобы привлечь стороны за стол переговоров Чтобы начался хотя бы дискурс обсуждения ситуации Может быть так Евросоюз может помочь? Евросоюз это территория НАТО НАТО уже все сказала о Афганистане И чем меньше будет влияние на этот регион И Запада в целом, и США, и Евросоюза Тем лучше Что-то они пусть предложат Пусть пошлет там пару ящиков с гуманитарной помощью Какие-нибудь флажки своего Евросоюза И на этом достаточно Их можно будет благополучно сжечь на границе На самом деле вторжение в Афганистан Со стороны США был полным провалом Это однозначно Евросоюзу здесь, естественно, абсолютно делать нечего Кроме только мешаться под ногами Конечно, могут возражать, что Турция тоже член НАТО Но это особый член НАТО Это самостоятельное, суверенное государство Которое преследует свою собственную политику И свои интересы Вот со всеми можно договориться И всех надо привлечь к этому диалогу Относительно Афганистана И Китай, Иран Сами страны Центральной Азии Казахстан Которая не граничит, конечно Но тем не менее важнейшая страна Центральная Азия Узбекистан, Таджикистан, Киргизия Надо пробудить Туркмению Которая считает, что так можно отсидеться до бесконечности Она тоже живет, находится в мире Где проходят серьезные геометрические процессы Надо мобилизовать всех, кроме Запада Вот это исключение Запада Это синый кванон для успеха всего дела Я думаю, что глобальных противоречий Даже между странами Залива Ираном и Турцией Пакистаном, Китаем и Россией Странами Центральной Азии Бывшими советскими республиками Нету Это все можно согласовать И всем можно участвовать В создании этой сложной коалиции Афганистана Это очень большая проблема Она не имеет простых решений Мы на этом уже подскользнулись Теперь американцы второй раз подскользуются Никто не может править Афганистаном единолично Никакие формальные рецепты там не работают Надо учитывать все множество этих факторов И все пограничные территории Все крупные державы, прилегающие к территории Афганистана И имеющие это евразийское измерение Они действительно должны участвовать в этих процессах Но Европа и США Это те, кто уже попробовали Они попробовали Вначале попробовали мы Неудачный был опыт советского вторжения Потом попробовал Запад Теперь уже понятно, что Запад не получил Запад должен просто спаковать чемоданы И опасны лишь вот эти вот Меня беспокоят эти беженцы Коллаборационисты с американским режимом Которые оказываются на территории Дружественных нам централизированных республик Они опаснее, чем ИГИЛ Просто коллаборационисты с глобалистами Опаснее, чем Он менее заметен, менее очевиден Чем радикальный исламист Поэтому вот что вызывает сомнения А так вообще, конечно, мы должны пригласить Все пограничные Органично связанные с территорией Афганистана Державы, крупные державы Со своими геополитическими интересами Всех выслушать И попытаться найти общий знаменатель Включая страны залива Не надо тоже их исключать из этого процесса Но кого-то так вот просто Мир, дружба, ООН Такого не бывает Кого-то надо исключить всегда В данном случае Вот принцип исключения Должен применяться к США А не попробовали у них не получилось И Евросоюзу Который, в принципе, ничего Кроме вот таких гей прайда Предложить, по сути дела Не может Вот им, мне кажется Надо находиться подальше сейчас От Афганистана Для того, чтобы мы Все остальные Мы все Не только далеко, не только русские Все мы вместе С турками, с иранцами С китайцами С пакистанцами С узбеками Таджиками Вместе со всеми странами Которые по-настоящему Заинтересованы в мире Стабильности Балансы и гармонии На многострадальной Афганской земле Все мы должны Решать эту проблему С самыми лучшими намерениями Господин Гафарлей Вот в частности Совсем недавно Состоялось Обсуждение Темы Афганистана Министрами обороны США и Турции Вообще В целом Вот Господин Дугин Правильно отметил Турция все равно Остается Страной Членом НАТО Но при этом Турция Достаточно Дипломатично Ведет свою Внешнюю политику Как по отношению К западу Так и по отношению К востоку И в вопросе Афганистана Турция действительно Хочет приложить Все усилия Чтобы стабилизировать Ситуацию Выступая Единым фронтом Как гарант безопасности Не только Международного аэропорта Но и в целом Ситуации в стране Так и Создавая Какие-либо Коалиции Или же в плане Расширения Сотрудничества Будь то с Россией Либо со странами Центральной Азии И совсем недавно Как раз таки шли Переговоры И взаимные визиты В страны Центральной Азии И с Таджикистаном Где обсуждалось Укрепление Военно-технического И военно-политического Сотрудничества На обеспечение Безопасности В том числе И Как скажем В отношении Ситуации в Афганистане Если в случае С Таджикистаном Это в том числе И борьба С терроризмом На границе Этот вопрос Также активно обсуждался И имеет значение Вот как раз таки Говоря про роль Турции Насколько здесь Турция может найти баланс С одной стороны Выступая страной Членом НАТО Поддерживая все-таки Как-никак И какие-то связи Контакты Разговоры Телефонные Соединенными Штатами С другой же стороны Вероятность формирования Региональной Какой-то коалиции Будь то на двустороннем Формате с Россией Или в более широком Формате со странами Центральной Азии Для того Чтобы ситуация В Афганистане Все-таки была взята Под контроль Как найти этот баланс Длинный вопрос Начнем с того Что Отношения Соединенных Штатов Турции Она ясна То есть Есть проблемы Так скажем Структурные проблемы Стратегические проблемы Расхожение Во многих вопросах Вопросы безопасности Деревого Востока Западная Азия Как уже мы называем Этот регион Где находится Афганистан Она в каком-то части Заходит в регион Центральную Азию Ну так скажем Есть несколько форматов Турции По вопросу Афганистана Есть трехсторонний формат Так скажем Пакистан Турция И Афганистан То есть Центральное правительство Где каждый год Они встречаются Обсуждают Многие разные вопросы В каком-то смысле Даже Турция Старалась Вести диалог Помочь вести диалог С правительством Пакистана И Афганистана Вы знаете Что у них есть Свои региональные проблемы Там роль Индии Так скажем В Афганистане Где очень сильно беспокоит Пакистан И Также Стратегическое Партнерство Пакистана Китая Тоже имеет Очень важную роль В регионе Но Если взять Вот так В регионе Самая сильная Организация После Влога до НАТО Это ШОС То есть Кто является Членом ШОС Это Пакистан Индия Россия И Страны Центральной Азии Также Как бы Участвуют Не Члены А вот Как называть Я забыл Турция Наблюдатели 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 Помощь Решение Турция Насколько Насколько Они совпадают Общие точки С другой С другой стороны Я хочу Немножко Вернуться Исламу Краю То что Он отметил Что Талибан Несколько Раз Отмечал Что То есть Мы не будем Угрожать Безопасности Центральной Азии Знаете Да Талибан Является Так скажем Местной Нейтив Организация В Афганистане То есть Она Афганская Пушистинская Но у нее Есть и Международная Рука Это Как Аль-Каида Но Почему Американцы Зашли Афганистан И за Причиной То что Аль-Каида Талибана Есть сотрудничество То есть Аль-Каида Является В кавычках Революционной Терористической Организацией Где Они Как Партнеры С Талибаном И есть Очень много Ячейков Этих Радикальных Организаций И Центральной Азии И Фурции И Западной Азии И Пакистане И многих странах То есть То есть Усиление Роли Талибана Возвращает Нас Годам 90 И до 2001 Года Это Реальная Угроза Есть Реальные Угрозы То есть Ситуацию Нужно Понять А почему Американцы Ушли Я Над этим Думал Я думаю Что Американцы Кажется Потеряли Контроль Над Центральной Правительством Афганистана Потому Что Центральная Правительство Афганистана Все Хотела Улучшить Состояние Афганистана И Привлечь И Инвестиции Из Китая Из Индии И сотрудничество Пакистаном Из Турции То есть То есть Центральная Правительство Вышло Из-под Контроля Я думаю Соединенных Штатов Что Сейчас Вот С Талибаном Они хотят Вернуть Тот Контроль Или Там Балансируя Талибан И Центральное Правительство Вернуть Свою роль Свою силу В регион То есть Да Они Может быть Уходят В военном Смысле Но это Не означает Что Их Влияние Будет Уходить То есть Они Будут Продолжать Играть Вот Над Конфликтами Талибанов И центральное Правительство Господин Кураев Что вы думаете По этому поводу Что уже было сказано И вот Если говорить Чисто Про Казахстан Вот Если прочесть Мнение Многих Экспертов Кто-то Отмечает Что Ситуация В Афганистане Все-таки Не особо Отразится На Казахстане Но В целом Может ли Ситуация В Афганистане Нарушить Какой-то Процесс Который Сейчас Имеет Место Быть В Центральной Азии Может ли Ситуация Может быть Не в отношении Именно со стороны Талибан Но каким-то образом Нестабильность В Афганистане Перебросится На страны Центральной Азии И мы знаем Что с нестабильностью Достаточно Труднее Бороться Чем Если это Действительно Какие-то Террористические Группировки Или же Какое-то Отдельное Движение На самом деле Если Так сказать В целом Сказать О том Что мы сегодня Обсуждали То мы много Говорили о странах Посредниках Но нет На данный момент Так сказать Какой-то силы В самом Афганистане Да мы говорим Талибан Да говорим Там Какие-то Объединения Как вроде Северного Альянса Который присутствовал Когда-то В Афганистане То есть Нет 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 Организаций На самой Территории Данной Страны Которыми Можно Вести Диалог Которые Можно Посадить За стол Переговоров Как мы Отмечали Здесь Много Разных Стран Много Различных Лобби И Это Создает Трудности Для Дальнейших Переговоров Что Может Привести К Неким Противоречиям Даже Между Странами Участницами Которые Будут За Этим Столом Переговоров И Чем Больше Чем Шире Формат Вообще Этих Переговоров Тем Сложнее Будет Найти Какие-то Компромиссы Что Касается Казахстана То Казахстан Безусловно Находится В таком Положении Когда Его Не затронут Особо Происходящие События В Афганистане То Мы Относимся К этому Более Или Менее Спокойно Но Есть Другие Проблемы То Граничащие С нами Страны Узбекистан Кыргызстан На которых Может Отразиться Ситуация В целом В В Афганистане Как мы Понимаем В Узбекистане Присутствуют Все же Радикальные Ячейки Которые Долгое Время Находились В спячке Которые Могут Возродиться Это Безусловно Угроза Для Казахстана Есть Плохой Контроль Границ Именно Кыргызстан Это Может Создать Нам Проблемы Но В целом Как бы Такой Глобальной Чтобы Сказать Проблемы У Казахстана Нет Но Это Все же Беспокоит Нас Так как Это Недалеко Происходит И Стоит Отметить Именно Тот Факт То что Россия Наш Непосредственный Союзник По ДКБ И у нас Хорошие Взаимоотношения США Очень Тесные Братские Отношения С Турцией И Очень Такие Тесные Экономические Отношения С Китаем И Любая Из этих Стран Может Казахстан Привлечь Вопрос Афганистана Так как Казахстан Часто Выступал Посредником Во многих Международных Проблемах И думаю Здесь же Наша страна Не останется В стороне Будет Привлечена К тем Или иным Процессам Особенно Дипломатического Характера Думаю Это Такой Вопрос Времени Безусловно А позвольте Узнать и ваше Мнение В вопросе Может ли Европейский Союз Посодействовать Становлению Мира Ну Европейский Союз Как отметили Ранее Это Прежде всего Блок НАТО И Европейский Союз На данный момент Не имеет Такой Силы Политической После Вывода Войск НАТО И Тем более Если Присоединится Британия Тогда Можно Говорить О том Что Евросоюз Может Повлиять Как-то На ситуацию Происходящую Вообще В целом Афганистане Но И На мой Взгляд Все же Без Запада Здесь Будет Сложно Найти Какие-то Компромиссы Потому Что Все же У них Остаются Свои Интересы Мы Да Многое Говорим То что Турция Ведет Независимую Политику Да Там Афганистан Отстаивает Свои Интересы Китая Россия Но Все же Понимаем То что Ругаться Западом Тоже Никто Не Хочет И Поэтому Западу Будет Отведена Безусловно Определенная Роль В данном Случа Да Тем более Я почему Задала Вам Так же Этот Вопрос Потому Что У Казахстана Неплохие Довольные Отношения С некоторыми Странами В частности С Европейским Союзом В то же Время Как вы отметили Хорошо У Казахстана Хорошее отношение И с Россией И с Турцией И поэтому Есть страны И нашего региона Которые Больше Расположены К тому Чтобы Сотрудничать Как с Западом Так и с региональными Державами С регионом Чтобы главное Достигнуть Мира И безопасности Стабильности Ну на первый взгляд Это мир Господин Дугин Такой вопрос К вам в частности Вот говоря О возможных Переговорах Вот сейчас Талибан Представители Посетили Москву Россию Велись переговоры Когда Вообще Проводятся Такие переговоры Некоторые эксперты Отмечают Что на них Должны присутствовать Обе стороны Для того Чтобы Был найден Какой-то консенсус А не по отдельности Здесь же Мы опять видим Что те или иные Представители Политической элиты Те или иные Стороны Страны Предпочитают По отдельности Пока что Вести встречи И переговоры Обсуждение ситуации На ваш взгляд Не пришло ли Время как раз таки Обсудить эту ситуацию С обеими сторонами И если да Как это можно сделать Вот смотрите Дело в том Что Россия И в этом ее Суверенная политика Связанная Лично с Путиным Предпочитает Иметь дело С теми С теми Кто отвечает За свои слома И самостоятельно Принимает решения Поэтому мы Понимаем турок Хотя это страна НАТО Потому что Несмотря на это Членство в НАТО Решения Основные Фундаментальные Принципиальные Решения В Анкаре Принимаются независимо То есть Их принимает Эрдоган Их принимает Турецкое руководство Поэтому мы С ними разговариваем Мы Говорим с Талибаном Сейчас Потому что Вот Линия Талибана Это тоже Сила Это сила Зависящая Только от своих Собственных Собственных Взглядов Которая ведет Патриотическую Борьбу С американскими Интервентами 20 лет Страдает И сейчас На самом деле Они Фактически Восстанавливают Свой Статус Вопрос Времени Когда они Войдут В Кабул Другое дело Что это не решит Вопрос Я согласен С другими Коллегами Экспертами Это не решит Вопрос Ни с Таджиками Ни с Узбеками Ни с Хазарейцами Ни с Севером То есть Это вообще Лишь Часть Этого Процесса Но они Суверенная Сила Вот поэтому Суверенная Россия Говорит с этой Суверенной Силой Если нам Надо Что-то Обсудить С существующим Афганским Правительством На самом деле Которая В принципе Живет Увы На американских Штыках То С ним Говорить не о чем Просто Просто не о чем Конечно Коалиция Которая будет Представлять силы Не пуштунского Населения Должна быть Создана Их Интересы Должны быть Учтены С ними Надо Вести Диалог Но пока Такой силы Нет Нынешнее Вот нынешнее Афганское Правительство Это не та сила Это просто Ну вот Некие Сотрудники Сотрудники Запада Поэтому Талибан тоже Не признается В Российской Федерации Как вот этот момент Можно преодолеть Что вы говорите Я имею ввиду Что Талибан Движение Талибан Также официально Не признано На территории Российской Федерации В России Она является В России Терористической Организацией Именно Абсолютно То есть как Отвести переговоры Хорошо Они Субъект Нынешней политики Россия Очень проводит Реалистическую Политику Реалистскую Для Да Это Организация Признана Террористической Когда В одном Историческом Контексте Но они Сейчас Становятся Субъектами Власти С ними Придется Иметь Дело Ну Самое Последнее И самое Глупое Что могла Быть Россия Опираясь На то Что Талибан Террористы Признаны Террористы Перекратить С ним Всякие Отношения И ввязаться Вместо Американцев В конфликт Мы Реалисты Мы Понимаем Что Они Власть Они В Афганистане Власть Заслуженно Победившая Американцев Власть И американских Коллаборационистов Вот с ними Мы и будем Разговаривать Не только с ними А вот Те силы Которые Будут представлять Бывшие Структуры Северного Альянса Те силы Которые Будут представлять Интересы Узбеков Казарейцев Или Таджиков Или просто Других Не Не Талибанских Сил Вот им Предстоит Еще Появиться А появиться Они могут Когда Последний Американский Солдат С позором После Провала Этой Окупационной Безобразной Авантюры Отправится К себе Домой Вот в этот Возможно Будет насилие Вот мы И увидим Новый Этот политический Расклад Турция Справедливо Хочет Поддержать Некоторую Преемственность Турция Все правильно Делает На мой взгляд И вот В этом отношении Россия Понимает Что хочет Сделать Турция Когда она Хочет Контролировать Аэродром Это как В том же Ливане О котором Упоминали Тот Кто Контролирует В Беруте Аэродром Тот Контролирует Там Половина Ливана Просто И это Очень важно И в этом отношении Присутствие Турции Может отвечать И за Запад И за НАТО И мы Это понимаем Потому что Все что Исходит Из Турции Проходит Через призму Национальных Интересов Которые Нам Понятны Вот в этом отношении Мне представляется Что прямой Контакт С Талибаном Это абсолютно Правильное Решение Это взгляд На реальный Баланс Сил А Талибы Сила И они Сегодня Кстати Не управляются Напрямую Ни заудовцами Ни пакистанцами Ни кем Они самостоятельно У них есть Собственная Субъектность И с этой Субъектностью Надо считаться Да Их идеология Нам категорически Не близка И мы с этой Идеологией Боремся Но это На нашей территории Это у наших Друзей Наших союзников Афганистан В конечном итоге Дело самих Афганцев Если Они не выходят За свои собственные Пределы И с ними же Как раз С этими же Талибами Необходимо Договариваться О том Чтобы они Заведомо Очертили Зону Своей ответственности И вот об этом И велись Переговоры В Москве То есть Это очень Правильный ход Очень верное действие И всем Надо с ними Иметь дело И более того Американцы Уходя Сейчас Резко Переориентируя Свои спецслужбы Для того Чтобы установить С талибами Другую Противоположную Модель России Модель связи И для того Чтобы использовать Эк уже В геопатических Простояниях Своих интересах Но это как бы Ничего личного Это политика Это реальная политика Здесь нет Добра и зла Здесь есть друг-враг И они могут меняться И в данном случае Конечно Идет перераспринятие Ролей Друг-враг Как в любой Политической ситуации Трезвый Реалистский политик И за океаном В США И в Европе И в Азии И в России И в Турции Все это понимает И имеет с этим дело Поэтому я думаю Что здесь все Как раз Очень логично Просто Россия Не позволяет Усыпить Себя Некоторой Такой Гуманистической Демагогии Которая Основана на Двух стандартах И вообще Ни о чем не говорит Мы смотрим на вещи Как они есть Иногда Они нам неприятны Но даже Для того Для будущего Успеха И для будущего Мира И гармонии Необходимо Подчас Спускаться Или заниматься Довольно Неприятными Вещами Я не думаю Что в Москве Все были счастливы Установив Прямой контакт С Талибаном Нет Но ничего Ничего не поделаешь Если мы Обеспокоены Нашими Нашими Собственными Национальными Интересами Если у нас Есть свое Четкое понимание Стратегии Вызовов Целей Нашей Внешней политики Если у нас Ясное представление Есть о нашей Безопасности И ее структуре Мы должны Это делать И я думаю Что и все Остальные Должны Это делать Талибан Субъект Не Талибан Другие Афганские Субъекты Им еще Предстоит Появиться Каких-то Мы знаем И знаем И слабее А каких-то Мы не знаем И они появятся Но сейчас Будет очень Сложный Я боюсь Трагический Как обычно В афганской Истории Возможно Кровавый Момент Пересдачи Новой Пересдачи Сил И здесь Талибан Безусловно Игрок Он настоящий Полноценный Сложившийся Игрок А вот кстати С силами Северного Альянса В России И были И не прерывались За все это время Связи То есть Мы В какой-то момент Я думаю Москва Будет готова Вместе С своими Партнерами Посадить За стол Переговоров Разные силы В Афганистане Но для этого Это на следующем этапе Сегодня же Вот этот Прямой контакт С Талибаном Это требование Нашей национальной Безопасности С моей точки зрения Господин Гафарло У нас остается Не так много времени До конца эфира Я хочу дать вам слово Также высказаться В частности Не знаю Насколько ситуация В Афганистане Так развивается Что Талибан Уже можно считать Официальной властью Пока до этого Еще есть время Будет ли переворот Будет ли там Новая власть Насколько Талибы захватят Контроль над всей страной Пока еще Очень такая Спорная ситуация Сегодня они захватывают Что-то Завтра наоборот Активизируются Официальные войска Этой страны Как вы считаете Все-таки Нужно начинать Диалог С талибами Вообще У Турции Есть какие-то Намерения На ваш взгляд Можем мы Прийти к такому Вообще Ну конечно же Турция Есть свои Связи С Талибаном То есть Талибан Имеет еще Свои отношения С Назиматином Эрбаканом В общем Премьер-министром Турции Поддерживали У них была Симпатия В каком-то смысле Исламистам В Турции И были Какие-то связи То есть Многие Турции Лидеры Встречались Лидерами Из Афганистана Из Талибана То есть Из Пакистана Здесь есть Исторические Связи Религиозные Контакты То есть И Тарикаты Имеют Очень важную Роль В этой связи Так скажем Талибан До того Как Талибан Салифизировался Она была Нахчабандийская Организация Которая Имеет И свои Исторические Корны Атаманской Империи И Северной Кавказе И многих Ближневосточных Стран Даже Под самым Пакистан Там есть Очень разные Контакты И религиозные Контакты И политические Контакты То есть Талибан С каким-то Частым Талибаном В Турции Есть Связи И эти Связи Они продолжаются Но я Согласен С Профессором Дугин Но С Друзья Тоже играет Риан-Политик То есть Она очень хорошо Понимает Ситуацию Но Надо Учитывать То Что У Талибана И Свои Соперники Тоже Сейчас Очень Сильные Они Не Такие Слабые Которые Они Были В 90 Годах То Под Конец 1989 Года В 90 Когда В То Время Ситуация Была Совсем Другая От Талибана Была Очень Большая Сила Сейчас Северный Альянс Поддерживает Не Только Россия Турция Даже Индия В Каком-то Смысле Пакистан Тоже Будет Заинтересован В Том Что Северный Альянс Осталась Потому Что Пакистан Не И Полный Контроль Над Талибаном И Китайские Пакистанские Отношения Тоже Будут Переяться На Талибан То Талибан Сейчас Не 90 Годах У Него Очень Сильные Соперники И Эти Соперники Могут Объединиться И Пойти Против Этой Группы И Поэтому Ситуация Она Будет Так Скажем Но Нестабильность Она Будет Продолжаться Но Она Не Пройдет Так Скоро Форма Гражданской Войны Понимаете Вот Форма Гражданская Война И Нестабильность Это Совсем Другая Вещь То есть Период Процесс Когда Она Может Превратиться В Гражданскую Войну Это Займет Немножко Время То есть И Я Надеюсь Я Желаю Чтобы Не Было Гражданской Войны Потому Что Афганский Народ Уже Сколько Гражданскую Войну И Нестабильность И Терроризм К сожалению Так Скажем Исторический Афганистан Сложился Так Что Там Не Кончается Вот Это Борьба За Власть Радикализм В каком-то Смысле Это Был Традиционный Период Талибана Во время Холодной Войны Она Была Радикальный Традиционализм Был Против Модернизма В этом Регионе А Сейчас Совсем Другая Ситуация Сейчас Там Радикальная Религия Против Так Скажем Более Мягкой Форме Религиозного Правительства Все эти Понятия Поменялись Надеемся И желаем Чтобы Процесс Переход Гражданской Войны Не Было Афганистане И все Эти Мировые Державы Начали Сатур Индия Пакистан Турция Россия Центральная Азия Китай Когда Смогли Взойти В эту Игру И сохранить Стабильность И так же Евросоюз Я вообще-то Думаю Что Евросоюз Она Не соглашается С политикой С СССР В Афганистане У нее Особенно Германия Я думаю Что есть Своя Новая Концепция И политика Потому что Особенно Германия И германские Организации Долгое время После 2001 года Они Очень Работали В регионе Исследовали Социологический Регион Они понимают Ситуацию Лучше СССР Абсолютно Абсолютно Точно Будем следить За развитием Событие Я согласна С тем Что Страны Европейского Союза Также Заинтересованы В стабильности Этого Региона Да Они являются Частью Североатлантического Альянса Но при этом Германия Та же Самая Которая Имела Свой Контингент На сегодняшний День Готова К сотрудничеству То есть Есть страны Которые Могут Послужить Площадкой Или Выступающим Звеном В Налаживании Диалога Ну а Как дальше будут развиваться события Мы будем следить Разумеется Мы желаем мир Мира и добра Народу Афганистана Чтобы у них все было хорошо И Все-таки Не началась гражданская война Не было никакого Кровавого переворота Надеемся Что все у них будет хорошо Я благодарю вас Уважаемые эксперты За интересную И насыщенную дискуссию Какие-то мнения у нас были Различными Мы расходились во мнениях Мы спорили Но в целом Дискуссия получилась Очень интересной Благодарю вас еще раз Вам спасибо И напоминаю Нашим телезрителям Вы смотрели Общественно-политическую передачу Глобальная дискуссия На телеканале CBC В этом сезоне Это был последний выпуск Передача уходит На небольшой отпуск В новом сезоне Вас ждут еще более Насыщенные дискуссии С экспертами Мирового уровня Я Анастасия Лаврина Оставайтесь Телеканалом CBC И будьте в курсе Последних событий Как в регионе Так и в мире Желаю вам всего доброго И до скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова